МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем, конечно же, несомненно, гордятся все жители округа. И я думаю, что не только они, но и гости, которые приезжают в наш муниципалитет, посещают это замечательное место и восхищаются, восхищаются, увозят с собой только приятные впечатления. Сначала бы хотелось поговорить о арт-фестивале Urban Morphogenesis, который завершился в эту субботу. Чуть больше месяца художники с мировым именем из разных стран трудились над созданием музея под открытым небом в микрорайоне Новой Троегорки. Хотелось бы поговорить об этом эффекте изменений городского пространства, вообще отношения к уличному искусству, к комфорту проживания в каменных джунглях, которые все чаще и чаще звучат. И, конечно же, спальные микрорайоны, они зачастую напоминают те самые каменные джунгли. Все-таки, Кирилл Александрович, как, на Ваш взгляд, удалось организаторам так тонко почувствовать и время, и современность, и все-таки действительно все переформатировать, перевернуть с ног на голову и создать уникальное пространство? Спасибо, что Вы упомянули это событие. Действительно, это, наверное, событие не только масштаба Одинцова, но и России, потому что достаточно упомянуть, что Ваши коллеги с федеральных каналов освещали это и до, и во время, и после. То есть это действительно признанное и удавшееся на славу мероприятие. Я думаю, всем будет интересно узнать историю, как это все образовывалось. На самом деле, когда мы стали заниматься треугуркой, и помимо проблем ЖКХ и социальных проблем, нехваток мест для детских садов и школ, детских площадок и парковок, мы стали понимать, что типовая проблема, в том числе и отсутствие уникальности, идентичности жилой среды для людей. Первое, с чего мы начали, это задумываться, как же можно придать индивидуальность и гуманизировать эту среду бетонных джунглей. Там проживает, по нашим подсчетам, во время голосования, когда мы стали, скажем так, спрашивать людей, как они относятся к тому, чтобы провели вот такой конкурс, провели вот такие работы, там более 35 тысяч человек проживает. Это большое такое количество людей, которые действительно со временем испытывают такой дискомфорт, и мы понимаем, что так долго продолжаться не может. И сегодня мы видим, что многое-многое сделано. И тогда мы, скажем так, задумались о том, что можно сделать, как можно отремонтировать те фасады, на которые, в общем-то, жаловали жители. И была одна из идей, что сделать из объекта Трехгорки некую въездную такую группу, есть массивные фасады, придать им какой-то художественный образ рисунком на фасаде. Одновременно этот рисунок мог бы выполнять и переоблицовку. Потом мы познакомились с нашим жителем города Одинцово, с Дмитрием Левочкиным, который уже был известным художником стрит-арта. И мы в одном из разговоров как раз эту тему обсудили. И через некоторое время он пришел с идеей, что давайте проведем там арт-фестиваль. Как раз это ложилось на ту идею, как можно гуманизировать среду. Проще говоря, мы рассчитали свои силы, что можно, что нельзя сделать в Трехгорке. Потому что есть достаточно плотно застроенная территория, где надо выкраивать места под парковки, чтобы разместить всех тех людей с машинами, которые там... Как выкрыть место под малоархитектурной формой, под детские площадки. И мы занимались одновременно с проведением порядок вывесок, потому что там был полный хаос. И тогда начали уже прорабатывать вопрос о том, что давайте сделаем еще каждый дом, как неким арт-объектом, разместив там на торцевой плоскости, которая никому не мешает, мы не затрагиваем окна, разместим там граффити. И мы поняли, что это может произвести ошеломляющий эффект. Мы даже со студентами в прошлом году проводили некие такие мастер-классы. Студенты архитектурных вузов разных городов приезжали. На базе Союза архитекторов России. И проводили различные эксперименты. Они ходили, исследовали территорию, делали эскизы, наброски. Потом мы это тоже все Дмитрию Левочкину передавали. Но он параллельно работал над тем, чтобы очень важную вещь сделать. Это, собственно, чтобы это состоялось, нужны были люди с мировым именем. Вот как раз художники в стиле стритата. То есть тут недостаточно было одного мастерства, техничности. Тут нужен был еще и размах. Конечно. И Дмитрий не побоялся. И то, что никому не приходило даже в голову о том, что это может быть международным фестивалем. То есть с разных концов света, скажем так, откликнулись люди, что да, мы готовы приехать. Причем никто не знал не то, что Трехгорка, где Одинцово находится. Они слышали о России просто и все. Ну, Москва. Да, в лучшем случае, Москва. Вот. И вкратце, вот это действительно так все происходило. То есть это, скажем, то, во что никто не верил, оно начало материализовываться. Мне кажется, самое главное, что верил Дмитрий, верил Андрей Робертович, верили вы. И вот вообще вся команда, она действительно, вот вектор стала изначально очень успешной и правильной. И именно поэтому удалось получить согласие, мне кажется, и жителей, да, то есть ведь никто не был против, хотя, мне кажется, на старте, ну, были сомнения, как это будет, как это все будет происходить. Но то, что мы видим сейчас, и то, что видели люди в течение месяца, и то, как жители Трехгорки, между прочим, на открытии фестиваля говорили о том, что они просто бросили свой отпуск. Они вернулись с моря на несколько недель раньше, только для того, чтобы наблюдать воочию, это жители микрорайона Новая Трехгорка, то, как преображается, вот, чтобы быть внутри этого фестиваля, чтобы общаться с художниками. Кстати, студенты и молодежный парламент, ну, вот все, все включились в работу, то есть вот, ну, действительно, какая-то такая очень правильная, верная точка идеи, хотя этой идеей ведь несколько лет. То есть это ведь не идея одного дня, ведь к этому проекту, к его реализации шли, ну, действительно, несколько лет. Конечно, да, мало придумать идею, очень, скажем так, сложная, сложная работа была ее реализовать. Начиная от того, чтобы вести переговоры с художниками, заканчивая тем, чтобы вот весь этот фестиваль, сценарий реализовать именно так, как его все увидели. И он произошел великолепно, блестяще. Спасибо большое, что действительно подключилась администрация, и даже администрация президента, и Третьяковская галерея, и Зураб Константинович Серителе приезжал. То есть я не говорю уже про целую пляжу действительно известных артистов, сцены, кино. Но, то есть здесь вот это событие, оно таким катализатором стало, что люди просто хотели приобщиться, посмотреть и побыть в этой среде. Вот. И все это нужно было рассчитать, организовать визы, проживание для художников, обеспечение их. И спасибо жителям, они тоже заботились о художниках. Мы знаем эти истории, кто-то стирал одежду, кто-то приносил чай, кто-то приглашал к себе в гости, чтобы просто художники могли передохнуть, потому что август еще подкинул сюрпризов немало. Это и ветер, и холод, и дождь, а работать на высоте – это огромная ведь сложность. Это кажется, что так просто, ну что там, поднялся и разрисовал. Но ведь за этим просто стоит колоссальный труд, и это и страшно, на самом деле. На высоте 50 метров еще там что-то умудраться рисовать. Так технически, так мастерски. Почти альпиниста, да. Абсолютно. Кстати, Зураб Цритель говорил о том, что в каждом полотне чувствуется вот действительно рука мастера, рука художника с большой буквы. И это уже не просто, как мы все привыкли к граффити, да. Это действительно искусство, современное искусство, уличное искусство, которое, опять же, меняет вот само отношение к граффити. То есть это уже не разрисованные стены, как мы помним, да, мальчишек, которых гоняют и ругают, и закрашивают. Это уже действительно, вот опять же, вот все переформатируется, меняется подход, меняется отношение. То есть стереотипы, они как-то тоже разрушаются сами собой. Да, и надо обязательно подчеркнуть, что этот арт-фестиваль, помимо того события, которое произошло в субботу, он еще остается перманентной, постоянной выставкой под открытым небом. То есть мы создали художественную галерею под открытым небом. То есть придали кварталу, да, звание арт-квартал. То есть мы знаем в Москве очень много арт-кварталов, но все они чисто номинальные, да, я объясню, что я имею в виду. Создавая архитектурные произведения и расставляя или переоборудовывая бывшие промышленные территории, называя их арт-кварталами, например, арт-плей, да, вот мы видим только какие-то фрагментарные кусочки творчества, да, где-то, скажем так, на уровне там вывесок, на уровне каких-то входных групп, где-то маленькие скульптуры. Но с таким масштабом в России никто не может сравниться, потому что несколько гектаров территория, где монументальные произведения, искусство, выполненное высоким профессионалом. То есть надо подчеркнуть, что эти произведения имеют художественную ценность. То есть это очень важно, да, как вы сказали, что здесь даже не вооруженным глазом видно, насколько профессионально это сделано. И мы превратили это действительно в настоящий арт-квартал, потому что это монументально, это профессионально, это выполнено людьми международные уровни, с известностью. И тем самым принесли сюда частичку глобализации мирового искусства в Одинцово, в Новую Трехгорку. До сих пор еще не все осознали это. Ну опять же, вы показали этим примером, как искусство может изменить те самые каменные джунгли, те самые унылые серые бетонные фасады, абсолютно скучные, неинтересные, однообразные, совершенно полностью изменить. Улучшить и комфорт тех людей, которые живут на этой территории, но опять же сделать его привлекательным для дальнейшего развития. То есть это ведь, я правильно понимаю, да, это и дополнительные возможные инвестиции в том числе. То есть сейчас ведь, ну действительно, Трехгорка стала такой точкой притяжения. Даже звезды уже задумались о том, не купить ли там снова квартиры. Например, семья Майдановых очень жалела о том, что когда-то у них была квартира в Новой Трехгорке, но они, естественно, продали. А теперь они задумались, зачем же мы это делали. С видом на какое-нибудь произведение. Да, например, на портрет Юрия Гагарина. Почему нет? Ну очень много интересных работ, о них можно говорить, безусловно, долго. Лучше скачать мобильное приложение, которое тоже есть. И, соответственно, взять детей, семью, друзей, просто пройтись по Новой Трехгорке и узнать о каждом полотне, о каждом художнике, который его выполнил. Вы даже это все просчитали. Даже это уже успели создать и выпустить. Кирилл Александрович, я так понимаю, что Новой Трехгоркой все не ограничится? Это только одно из ответвлений в целом развития, преобразования Одинцовского городского округа. Это одна из ступеней. Разумеется, в данном случае мы рассматривали один из проектов, инструментов воссоздания и улучшения территории проживания городской или сельской среды. Потому что наш муниципалитет, он на одну треть состоит из городской среды, а все остальное – это сельская среда. Это деревни, поселки, села, хутора. И арт, искусство, стрит-арт – это один из инструментов. У нас есть еще и благоустройство, и артитектурные объекты, малоартитектурные формы, парки. Опять же, это все нацелено на то, чтобы улучшить комфорт проживания, стиль жизни, создать условия для оздоровления, как психологического, так и физического. Потому что город, он все-таки является источником стресса, и его шумовые, и визуальные эффекты. И создавая рекреационные зоны, мы, сохраняя заповедные территории, не пуская эту застройку, мы тем самым даем жителям возможность восстанавливаться, воспитывать наших детей в правильном постулате любви к природе и к искусству. Получается, то, о чем мы могли когда-то только мечтать, сегодня обретает вполне реальные очертания, в том числе благодаря поддержке губернатора Подмосковья. Разумеется, да. Все, в принципе, согласовывается, обсуждается, потому что Андрей Юрьевич Воробьев поддержал наш вектор развития рекреационного, скажем так, направления Одинцовского городского округа. То есть, то, что мы всегда были исторически некими легкими для Москвы заповедными территориями, акваторией Москвы-реки с ее заповедными заказниками, уникальными местами, ландшафтами. Конечно, надо было сохранять, приумножать. И здесь вектор, когда он поддержан руководителем региона, нам проще решать все вопросы. Появился прекрасный парк в Раздорах. В этом году я в самом начале нашей программы говорила о том, что Лазутенко, парк культуры, спорта и отдыха, стал лучшим парком Подмосковья. И, кстати, на областном фестивале «Цвет лета», который прошел в конце августа, вы как раз представляли дальнейшее развитие парка, есть идеи. То есть, эта территория еще может развиваться дальше. Хотя, казалось бы, куда уже лучше. Куда уже лучше, да. На самом деле, мы очень внимательно следим и стараемся вести диалог с теми, кто посещает. Есть, скажем так, два сценария жизни нашего парка. Это ежедневный для тех людей, кто либо приезжает откуда-то, не обязательно даже с нашего муниципалитета или с города. И те, кто посещает его, да, там, либо регулярно по выходным. И те, кто приезжает на мероприятия. Порой одно исключает другое, потому что иногда из-за большого количества нахлынувших визитеров, там, спортсменов или тематических посетителей, те, кто посещает ежедневно, не могут даже, ну, то есть, им некомфортно становится. Но это, скажем так, то неизбежное зло, которое, к сожалению, происходит во время любых фестивалей, массовых мероприятий. Вот, и поэтому, зная это, работая с двумя категориями, мы понимаем, что это парк спорта и отдыха, да, то мы должны, опять же, сфокусироваться на безопасности, то есть, разделение потоков, четко определять, какой категории возрастной или по интересам что нужно, и развивать эти направления. Соответственно, спортсменам еще больше комфортного и качественного спорта, детям больше разновозрастных развлечений. Для спокойного, тихого отдыха больше, опять же, применимых инфраструктурных объектов. В том числе и понимая, скажем так, исправляя какие-то недоработки, которые, ну, на наш профессиональный взгляд, были допущены, и мы будем их тоже исправлять. Вот, поэтому всегда поле для улучшения, оно должно быть, да. Сегодня мы лучше, чем вчера, и мы больше узнаем знаний, мы делимся с коллегами опытом из других муниципалитетов, из других стран, мы привлекаем все больше и больше специалистов на наши проекты, поэтому мы понимаем, где возможны улучшения. Плюс наши коллеги из масс-медиа размещали у себя анкеты опроса, мы их раздавали, опять же, на фестивале, и получаем обратную связь. Исходя из этого, нам, скажем так, проще убедиться, мы правильно идем или неправильно, да. То есть, имея обратную связь от населения, конечно, очень важно принимать решения. Кирилл Александрович, на портале Добродел было запущено голосование о том, какие парки войдут по благоустройству, по развитию на следующий год. Завершилось ли оно и есть ли результат по нашей территории? Насколько я знаю, там еще не завершилось, вот, и результаты будут скоро известны. В промежуточных какие парки лидируют? Ну, конечно, Одинцовский парк, Захаровский парк, вот, у нас Ершовский парк, вот, в Зунигороде тоже есть маленький парк, который мы хотим развивать с точки зрения детской направленности. Вот, в самом Одинцово есть тоже очень важная территория, это за 10-й гимназии, вот, там тоже есть свободная территория, которая имеет весь потенциал быть точкой отдыха. Вообще, исходя из диалога с жителями, мы пришли к выводу, что сегодня очень не хватает скверов или парков пешеходной доступности. То есть, один из таких сложных моментов, развивая вот парки, скажем так, не в Одинцово, это их доступность для людей, которые пользуются общественным транспортом, вот, или которые, скажем так, ограничены в передвижении, вот, поэтому очень-очень большое внимание я сейчас уделяю тому, чтобы находить эти территории, чтобы в каждом микрорайоне потенциально такие скверы, мини-парки развивать, вот, потому что это очень удобно, когда ты не тратишь большое время на дорогу, вот, а можешь пешком дойти до того места, где кусочек природы тебе доступен, ты можешь спокойно ребенка отпустить. Это очень важное направление на ближайшее время. Вы затронули тему Захаровского парка. Какие изменения будут там? Ну, там прежде всего, при том, что это место имеет большое культурное значение, там существует острая необходимость в инфраструктурных объектах. Прежде всего, это туалеты, это точки питания качественные и места такой современной сувенирной качественной торговли. Есть проекты, они уже давно существуют. Вот, есть, скажем так, понимание, как они должны делаться. Мы в ближайшее время покажем проект всем, скажем так, согласующим органам. Вот, и при прохождении художественного совета, это главный сегодняшний у нас компетентный орган Московской области при Министерстве благоустройства Московской области, я думаю, мы сможем уже реализовывать это к следующему году. Кирилл Александрович, на Центральной площади города появились сразу два арт-объекта. Я знаю, что у них своя история. Да, они появились, скажем так, сначала два года назад в виде детских рисунков. Я напомню, что когда разместили бегемотов и хвостов, возникло некое непонимание населения. Почему же, откуда и зачем? Воденцовые бегемоты. Да, да, да. Вот. В общем, мы разъясняли это все через масс-медиа. Говорили, что это начало нашей аллеи искусств, аллеи индивидуальных малых архитектурных форм и скульптур, которые будут отличаться тем, что в отличие от традиционной скульптуры, их можно трогать, на них можно залезать. Это, прежде всего, отвечает интересам и желаниям детей. И поэтому мы решили провести народный конкурс. Назвали его «Создай красивое место» с помощью наших активных членов общественной палаты. И там было несколько категорий. Очень замечательно, что большее количество заявок пришло от детей. Оказалось, что у нас самым большим потенциалом, самая большая активность отличаются наши самые маленькие жители Одинцово, Одинцовского района тогда еще. И мы учредили комиссию, среди которых были и жители, и члены общественной палаты, и представители администрации, и представители Московской области, и Московской архитектуры, художники, скульпторы. И были названы номинанты. И, в общем, самую большую поддержку получили два таких малых архитектурных объекта. Это лавочка в виде пончика и солнышко, лестница в виде такого солнышка, лесенки с петушком наверху. То есть это создавали дети. То есть с помощью профессиональных дизайнеров и скульпторов мы это все смогли переделать в нормальные строительные чертежи и изготовить. Благо появились спонсоры. То есть мы ни копейки из бюджета не потратили. Это просто, скажем так, народные деньги, которые люди дали нам на произведение. Тем более это детские идеи, детское творчество. Да. Кирилл Александрович, назовите героев, благодаря которым, идеям, которые были воплощены и появились в центре города такие интересные арт-объекты. Да, хочется озвучить имена героев. Тогда еще детишек дошкольного возраста. Это автор пончика, это Маргарита Иванова. И автор вот этой лесенки с петушком, это Даниил Бажанов. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов этим талантливым ребятам. И ждем от них новых творческих идей, предложений, как украсить город. Помимо того, что они получили материальные призы, там, айпэды, карандаши и так далее, вот, плюс у них есть реализованный объект. Надеюсь, что они будут в будущем знаменитыми художниками, скульпторами или архитекторами. Безусловно, да. У детей надо развивать это. И вы знаете, что у нас очень креативная роболаборатория, первая библиотека. И там обучают детей совершенно просто фантастическим вещам. Там шикарное оборудование, 3D-принтеры и плотеры, и замечательные конструкторы, и замечательные преподаватели, педагоги по робототехнике, которые любых желающих детей развивают в этом смысле, в творчестве, в технологиях. Вот, и у нас есть дома творчества. Я считаю, что есть все предпосылки говорить о том, что в городе Одинцово, где происходят такие арт-фестивали международного масштаба, мы просто имеем будущих, я не знаю, гениев, там, Микеланджело наших дней, да, которые вырастут, возможно, и прославят Одинцово, как, например, прославил Олег Попов, да, знаменитый клоун. Он родился в Одинцово. И у нас есть тоже идея сделать его память, скульптуру на центральной площади, немножко в другом месте. Спасибо, Кирилл Александрович. Будем следить за новостями, развитием городской среды. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.